Фотонные микросхемы Infunra Epic 500 и OPEC 100 предназначены для оптоволоконных сетей, построенных по новой модели фотонные микросхемы Infunra Epic 500 и OPEC 100 предназначены для оптоволоконных сетей, построенных по новой модели компания Infunra, недавно завершившая совместно S. Тестирование оптоволокона следующего поколения на маршруте дальностью 7400 км с применением модуляции PM8K на этой неделе представила две фотонные интегральные схемы для оптоволоконных сетей, построенных по новой модели. Эта модель отражает изменения, связанные с ростом и виртуализацией сетей. Она включает слои Layer-C и Layer-T в мире, где быстро растет число облачных сервисов и роль высокоскоростных соединений. Поставщикам услуг необходимо масштабировать, упрощать и делать более гибкими свои сети. Средством решения этих задач на верхних уровнях является виртуализация сетевых функций. Network Function Virtualization, NFV Позволяющая перенести выполнение сетевых функций со специализированных аппаратных средств на программные сервисы, исполняемые на универсальных процессорах в облачных центрах обработки. Поддержка NFV И других облачных сервисов выделена S. Layer-C Cloud Для поддержки Layer-C Необходимо, чтобы облачный ЦОД и потребители были связаны хорошо масштабируемой гибкой транспортной сетью. Layer-T Transport Представленные Infra Микросхемы EPIC 500 и OPIC 100 позволяют нарезать пропускную способность на порции, разделяя ее между потребителями. Микросхема EPIC 500, устанавливаемая в узле, обладает пропускной способностью 500 в секунду, тогда как пропускная способность OPIC 100 равна 100 в секунду. Устанавливая EPIC 500 и OPIC 100 в разных участках сети масштаба района или города, можно формировать Layer-T Специалисты Infra смоделировали широкий спектр приложений, начиная от агрегации городского масштаба до зоны регионального покрытия с участками с различной топологией, включая звезды, ячейки и кольца. По их оценке, использование новых фотонных интегральных схем позволяет в среднем уменьшить число модулей на 28%, снизить энергопотребление на 31% и уменьшить потери пропускной способности на 45% по сравнению с существующими серийными решениями, построенными на использовании решений, работающих на одной длине волны, и решений со спектральным уплотнением с пропускной способностью 100, 200 и 400 в секунду. Источник Infra Infra